Команда из Ингушетии победитель Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в списке соперников футбольного клуба «Карабулак» представители Москвы, Липецкой, Саратовской и Челябинской областей и Ямало-Ненинского автономного округа. В общей сложности наши ребята провели 9 матчей, раз за разом подтверждая свои претензии и названия лучших. Помимо главного трофея, юные рыцари кожаного мяча привезли домой еще одну престижную награду – титул лучшего голкипера турнира. Того, кто, возможно, в недалеком будущем войдет в списки обладателей одной из самых почетных наград в современном футболе – «Золотой перчатки», назовет мой коллега Магомед Ивлоев. На третьем Всероссийском фестивале детского дворового футбола в Москве нашу республику представляли юные футболисты «Скарабулака». На финал команды съехались в столицу после отбора в муниципальных и республиканских этапах. Наши ребята заняли первое место. Признаются, что эмоции от прошедших соревнований переполняют их до сих пор. У меня была роль капитана. У меня выбрала вся команда, включая тренера наших. Их было двое. Также этот турнир на выезде был для меня первым опытом, который я ощутил на себе. Такого опыта в нашей команде еще никто из ребят не ощущал. Это был серьезный турнир российский. Было много команд. Когда мы туда ехали, мы знали, что мы без приза домой не вернемся. Ребята продемонстрировали отличное владение мячом и желание стать лучшими. За первое место «Карабулак» поощрили кубками и медалями. Также в составе нашей детской дружины индивидуально отметили стража ворот Мухаммада Али Мархиева. Он получил от организаторов диплом лучшего голкипера турнира. Турнир по мини-футболу, дворовый футбол, 6 на 6. И за свою команду я защищал ворота. В общей сложности мы провели 9 матчей, 8 из которых выиграли. На этот турнир я поехал с настроем выиграть, занять первое место и привести кубок, конечно, на родину. По регламенту турнира все команды были разбиты на 8 групп. Футбольная команда «Карабулак» провел в общей сложности 9 матчей. В соперничестве с представителями других команд наши игроки успешно преодолели групповую стадию и попали в раунд плей-офф. По словам тренера команды Аслана Хадзеева, в этой поездке юные футболисты получили неоценимый игровой опыт. Это очень важно для ребят, потому что у них появляется желание больше заниматься спортом. Какие-то свои цели, они видят других ребят, свои силы, сравнивают свои силы с другими. И это очень вдохновляет ребят. Это стимул для дальнейшего развития спорта. Футбол дело тонкое, а в Ингушетии еще и возрождающиеся. Ребята из дворовых команд мечтают стать такими же, как их кумиры. На будущий год уже намечено участие еще в нескольких крупных турнирах. Магомед Ювлоев, Адам Плиев, Хейда Барахоева, Вести Ингушетия.